В одном селе дом, в другом селе квартира. И сейчас готова? К чему готова? И сейчас надо перевезти вещи из дома в квартиру, потому что уже начнёт там холодать и всё такое. А я машину так и не продала. Привет, меня зовут Любовь, а вас как? Куда? В ЗАГС? Нет, в доме есть отопление, Свет. Но тут просто, понимаешь, поскольку я без машины, мне ездить будет в школу и на кружки очень долго. Анатолий, очень приятно. Откуда вы, Анатолий? Привет. Видите? Всё-таки знаки зодиака работают. Вот, можно охарактеризовать человека, и оказывается, правда. Света, а кто ты у нас по знаку зодиака? Я знаю, что есть некоторые вот люди, астрологи, которые разбираются в знаках зодиака, и их набирают большие корпорации для того, чтобы они при приёме на работу. Прямо как в отделе кадров. А, ты семейный у нас, ты семейная. Но я люблю тебя. Таки ты про тепца всё-таки не знаешь. Не знаю? Всё-таки... А вы же телец, но вы при этом сказали, что вы блядун. Муж телец. Забыдая. Расскажите мне про себя. То есть, вы любите женщин? Я кобель. Каждый мужчина немножко кобель. Спасибо большое. Романтики. Я сказала, что телец — это романтик. Да. Я так и сказала, если вы слышали, что телец — это романтик. Телец, который может написать стих. Телец, который будет любить долго и беззаветно. Поэтому я же и сказала, что... Вы просто сказали, что вы по натуре стрелец. Ну, типа, блядун. А я сказала, что нет, телецы ж так не могут. Телецы в основном — это однолюбы. Ромарио, спасибо большое. Разве можно не бодаться? Вот и делаем выводы. А как давно вы в Германии? О, по близнецам там вообще так интересно. Я читала, что те близнецы, которые вот в первых числах, там до 11-го числа, до 15-го, это блядуны. А те, которые... Они двойственный характер. А те, которые уже после 20-го числа рождены, они верные, преданные. Привет из Сербии, привет. 20 лет. А откуда вы туда переехали? Просто вот встречаю, что много людей из Германии и знают очень хорошо, знают русский язык. И в основном очень много русскоговорящих в Германии. Из Казахстана. Дайте угадаю, вы переехали наверняка в 93-м. Привет, привет, Алмаз. Гутен морген. Либо в 90-м, либо в 93-м. Ну, потому что я очень многих встречала ребят из Казахстана, которые рассказывали, что переехали в 93-м году. А, в 2001-м. А вы почему переехали в 2001-м? Не всегда было интересно, что толкает людей. Скоро вся Германия будет по-русскому говорить. Да, но я так тоже предполагаю, потому что сейчас же очень много... Нет, а арабов же у вас тоже много. Ну, в Германии. Сначала сейчас украинцы там просто очень много, я не знаю сколько, почти миллион украинцев в Германии. Три миллиона в Польше. The best. Кейли, hello! Hello, everyone! Кейли, you are a man or are you a woman? Они тоже уже по-русскому говорят арабы? У нас всё под контролем. Ну, да, я знаю, что у вас там порядок, но во всяком случае, вот моя сотрудница бывшая, она тоже переехала в Германию, и она там живёт. Она говорит, что ей абсолютно всё нравится, кроме единственной медицины у вас. У вас очень-очень долго нужно ждать узкого какого-то специалиста. То есть запись у неё заболела спина, она позвонила к доктору, ей медсестра говорит, да, да, я понимаю, у вас боли, это всё хорошо, я запишу вас, вам нужно срочно к врачу, и записала её на август. А на секундочку она звонила в мае. И Таня говорит, как? Как это можно? Ну, то есть мне можно только на август записаться? Говорит, у меня же сейчас болит. Ну, вот запись к доктору такая. Я не про это, это точно. Направление надо брать и всё. Нет, ну вот то, что она мне рассказывала, я же не знаю, я не была там, поэтому судить не могу, но то, что она мне рассказывала. Везде так? Нет, не везде. Я вам хочу сказать, не везде. У нас в этом плане в Беларуси очень хорошо, потому что если ты хочешь записаться к специалисту, то ты просто записываешься и идёшь, и ты не ждёшь два месяца. На полгода дочки ждут зубной также. Я вам хочу сказать, что очень многие раньше, когда не нужно было визы в Беларусь, то очень многие ездили в Беларусь лечить зубки, к гинекологам и ко всем. Дуэйн, you are scrolling too fast. Maybe you should stay here and to say me hello? I think you can do that, to say me even hello. Hi, Дуэйн. Let me guess. You stopped it because I told you about that. В Европе везде с врачами. Нет, у нас намного лучше. Okay, okay. Stop scrolling, because it's very bad for your health. Just scrolling and watch for different girls. Girls' beauty can kill you. Я почти каждый год езжу в Беларусь. Владимир, а как вы ездите в Беларусь? Вам нужна миза? Я так поняла, что вы тоже из Германии, да? Сейчас моя знакомая в Беларуси, я ей заказала медицинскую. Слушайте, ну у нас есть... Thank you so much. У нас есть РНФЦ-центры. У нас есть... У нас очень классная медицина. И это правда. И здесь, например, стоматология. Намного дешевле, чем вы сделали бы в Европе. Thank you so much, Дэйн. Thank you for your words. No, no. I'm Ukrainian. But I'm living in Беларусь. На машине надо и на самолёте. На машине надо, а на самолёте не надо визу. Класс. Тогда, если на самолёте, вы, конечно, можете прилететь. Sorry. No, don't be sorry. It's okay. It's okay. Тогда вы можете прилететь и в Минске. Вообще прекрасные медицинские центры у нас. И любой приём к врачу. I'm sorry what's going on in your country. Yeah. It's very sad. But I can tell you that sometimes don't watch the news. Especially USA news. До 30 дней можно без визы. Класс. Я просто знаю, что сейчас, ну, как бы, в основном же нужна виза. Сейчас 11.10, когда ты успела сделать макияж. Женя, я проснулась в 6 утра. Я приготовила завтрак своим детям. Я собрала их в школу. Приготовила одежду. Приветик. Отправила в школу. Отправила их в школу. И всё. И с тех пор накрашенная, одетая. Я даже ещё успела сделать физкультуру. Размерть спинку. Спасибо. Спасибо.